Я являюсь участницей Воронежского научно-практического общества в соционике. Я являюсь представителем медицинской профессии, я провизор. Мой доклад звучит «Значимость определения признака Агустина Витчета и Рейнина статикодинамика, биомеханическими тестами в соционике и медицине». Итак, соционика в описании информационных психических свойств человека использует понятие дихотомия, то есть парность свойств, а также признаки Агустина Витчета и Рейнина. Один из часто используемых признаков называется статикодинамика. То есть принято считать, что статика характеризует свойства человека больше пребывать в статичных позах, поддерживать позу без движения. Динамика, наоборот, более склонен к движениям, то есть изменениям позы, различным жестикуляциям, покачивающимся движениям. Данное свойство человека является в большей степени физиологическим, нежели психическим, является малоосознаваемым. И при практическом применении считается часто и априорно, что данный признак неситуативен, что противоречит понятиям физиологии об изменчивой активности функциональных систем, а также противоречит понятиям соционики об изменчивой активности ментального и витального информационных колец. Итак, цель моего доклада – это дать физиологическое объяснение признака статикодинамика, создать физиологическую экспериментальную исследовательскую методику определения физиологического свойства, соответствующего признаку статикодинамика, выяснить, зависит ли проявление признака от ситуации, и также в каких ситуациях признак соответствует типу информационного метаболизма, доступен ли метод определения признаков по обучению и возможности применения в клинической медицинской практике, оздоровительных технологиях, спорте, педагогике. Итак, для того, чтобы понять, как мы движемся, я предлагаю обратиться к физиологии. То есть физиология в исследовании нервной ткани и функциональных систем человека выделяет свойства рецепрокности. То есть это когда пара функций работает взаимоисключающей. Вот, допустим, если я начну сгибать руку, у меня напряжется бицепс, а трицепс будет расслаблен. И наоборот, если я буду распрямлять руку, трицепс напряжется, а бицепс будет расслаблен. То есть в соционике данному понятию соответствует дихотомиям, то есть пара функций, работающих, взаимоисключающих. Часть нисходящих путей управления движениями, преимущественно оканчивающейся в медиальной центральной части спинного мозга, называется медиальной, обладает свойством быть неосознаваемой и иметь свое представительство в мышечке. Периферически на 90% связано с мышечными, с двигательными единицами, а это мотонейрон с мышечными волокнами. Весь этот комплекс образует медиальную двигательную систему. То есть это тот самый объект, который соответствует признаку статикодинамика в соционике. Но если мы имеем объект, мы можем его изучить и измерить. Вот в данном случае измеряем мы его флексионным тестом по саморуковому. То есть что мы делаем? Исходное положение. Мы устанавливаем пальцы симметрично относительно друг друга вдоль позвоночного столба и просим испытуемого медленно и плавно наклонять голову вниз. При этом пальцы идут за мышцами. Когда человек заканчивает движение, у нас появляются два положения. Либо симметрия, либо асимметрия. То есть, допустим, мы исследуем статичную позу. Скажем, кратковременная, на 5 секунд мы напрягаем мышцу, статика. Если же у нас положение пальцев симметричное в этот момент, мы сразу измеряем реакцию. Напрягли и в течение нескольких секунд измеряем реакцию тела. Если у нас получается симметричная реакция, то статика плюс. Если же мы проверяем динамичную реакцию, то есть это быстрое движение, тут же измеряем, если у нас получается симметричная реакция, то речь идет о динамике плюс. То есть, вот таким образом это регистрируется. Данные тесты используются для диагностики двигательной системы, для оценки реакции организма на стимул. То есть, и тот стимул, который вызвал положительную реакцию, он пойдет для лечения, для улучшения навыков самообслуживания. Данные тесты, они вообще являются рутинными. В медицине, в мануальной терапии, прикладной кинезиологии, ортопедии, то есть в спорте, физкультурных и оздоровительных технологиях. То есть, таким образом мы имеем инструмент, биомеханические, физиологические тесты для оценки физиологических состояний, то есть либо статичной позы, либо динамической позы, то есть, которые соответствуют дихотомии признаков Аугустина Вичтерейнина, статикодинамика. То есть, мы можем их применять в соответствующей дисциплине. Несколько слов по поводу наших исследований. Мы тоже проводили исследования. То есть, это были люди, консультирующиеся по поводу улучшения формы тела для физкультурно-оздоровительных занятий по методике Юрия Алексеевича Крива. Это были пациенты с ортопедическими заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в медицинских учреждениях. В частности, исследования проводились в детской клинической больнице. В нашем центре это были люди, обратившиеся по поводу семейного и индивидуального соционического консультирования. И также персонал, который мы подбирали для организации. То есть, эти люди участвовали в нашем исследовании. То есть, исследование проводилось врачами, специалистами физкультурно-оздоровительных технологий, социониками с разным уровнем подготовки, а также люди без соционической подготовки. Как правило, это были родители у деток, которых мы исследовали. То есть, ключевым было освоить навыки применения биомеханических тестов. И еще очень важным условием было, чтобы человек находился в спокойной обстановке, в состоянии нервно-психического покоя, и чтобы присутствовало в помещении еще не более трех человек, помимо испытуемого. Итак, исследования мы проводили в нормальных физиологических условиях, вот которые я до этого перечислила, в подходящей физиологической среде, также с заведомо неподходящими физиологическими условиями. Ну, например, ставили человека босиком на кафе. Потом условия в состоянии нарушения двигательных функций, то есть при обострении заболевания опорно-двигательного аппарата. И также в группе, где было более пяти человек. Вот здесь вы видите результаты наших исследований за период с 1 сентября 2015 по 31 августа 2016 года. То есть в условиях подходящей физиологической среды при отсутствии заболевания опорно-двигательного аппарата признак соответствовал типу информационного метаболизма в 98% случаев, что соответствует активности ментального информационного кольца. В условиях заведомо неподходящей физиологической среды при отсутствии заболевания опорно-двигательного аппарата признак соответствовал типу информационного метаболизма в 23% случаев. В состоянии нарушения двигательных функций при заболеваниях опорно-двигательного аппарата признак соответствовал типу информационного метаболизма в 15%, что говорило нам о пониженном состоянии здоровья и активации витального кольца. И в группе более пяти человек признак соответствовал типу 63% случаев. То есть и в разных группах с разными людьми показания менялись. Итак, очевидно, что определение признака имеет ситуативную изменчивость. То есть зависит от ситуации. Также возможно при помощи признака статикодинамика провести диагностику состояния организма. Это подтверждено практикой Юрия Алексеевича. Но тут важно, чтобы мы знали тип информационного метаболизма человека. Если же признак статикодинамика соответствует активности ментального кольца, то мы можем говорить о том, что человек здоров, что у него преобладает рефлексия опоры, выпрямление, симметрия. Если же признак статикодинамика соответствовал активности витального подсознательного кольца, то речь идет о пониженном здоровье. То есть, что получается активность сгибательного рефлекса и рефлексов амортизации, асимметрия, движение от стимула. Также в мануальной терапии знание данного признака служит для основания выбора методик, техник работы с телом. То есть, это либо изометрическое статическое сокращение мышц, либо динамическое сокращение мышц. То есть, это имеет значение. Динамик мы советуем динамические упражнения, фитнес, здоровительные методики. А статикам мы советуем именно статические методики. Итак, мы выяснили, что признак статикодинамика соответствует физиологическим свойствам человека. Известны также морфофункциональные материальные носители, субстраты в теле человека. Существует способ диагностики этих физиологических свойств. И вот эта авторская методика, она принадлежит Юрию Алексеевичу. Также методика определения физиологических свойств, соответствующих признаку статикодинамика. И также выявили, что признак зависит от ситуации у одного и того же типа информационного метаболизма. И признак соответствует тимному, в состоянии здоровья, в подходящих физиологических условиях, в состоянии спокойствия, в количестве людей не более трех. И данный метод, он, конечно, доступен к обучению. Что мы подтвердили своей практикой.